Продолжение следует... Я расскажу, что такое национальный состав народонаселения Москвы в этом году, который уже заканчивается год. Как будет следующий год, мы с вами пока не знаем, но этот год давайте подведем итоги. Итак, из 11 миллионов населения нынешней Москвы славян сегодня насчитывается 4 миллиона 600 тысяч человек. 11 миллионов Москва. Славян 4 миллиона 600 тысяч человек. Много это или мало? 4 миллиона 600 тысяч человек славян. Ну, это может быть, конечно, и целый город, потому что целый трехмиллионник город, это большой город. Но если это взять Москву, то для Москвы, конечно, это маленькая часть. Национальный состав населения российской столицы сегодня выглядит следующим образом. Русские 31%, азербайджанцы 14%. Почему азербайджанцев так много в Москве? Я не знаю, друзья. Но вот такая статистика. Будем верить тому, что дают нам в статистике. Хотя я не уверена, насколько это точные подсчеты. Во всяком случае, такая статистика существует сегодня в интернете. Вы можете перепроверить ее. Но кто ее перепроверит, друзья? Я не могу. Может быть, вы подскажете. Есть еще где-то место, где можно посмотреть наиболее точную статистику. Итак, татары, башкиры, чуваши. Это 10%. Украинцы 8%. Армяне 5%. Таджики, узбеки, казахи, киргизы 5%. Корейцы, китайцы, вьетнамцы 5%. Ого-го, это очень много, друзья. Чеченцы, дагестанцы, ингуши 4%. Белорусы 3%. Грузины 3%. Молдаване 3%. Цыгане 3%. Евреи 2%. Другие народы 4%. Ну, вот с евреями я бы поспорила, почему их только 2%. Меня это почему-то очень угнетает. Как это так евреев 2%, друзья? Но, как бы мне кажется, вот здесь и прокалывается вот этот самый подсчет. Или же, ну или же, друзья, евреи просто не отмечены на самом деле. Но мне кажется, даже как-то обидно евреям. Что это вдруг у них так 2%, да? На самом деле в Москве их гораздо больше. А что, они в других городах, что ли, живут? Или в Биробиджане? Да нет же, конечно. Евреи все живут в Москве. Голова работает. Бизнес хорошо умеют наладить. Поэтому 2% для евреев очень мало. Я бы поспорила, но не с кем, друзья, спорить вот в этом процентном расчете. Даже приблизительно. Подсчет на основе приведенных данных показывает, что на долю 31% русских сегодня приходится, доля приблизительно 33% представителей традиционных мусульманских народов. Сегодня в России в целом азербайджанцев живет больше, чем в Баку. Армян больше, чем в Ереване. А татар в Москве больше, чем в Казани. Россия – многонациональное федеративное государство. Территория страны поделена с субъектами федерации 85. Из них – республики 22, образованы по национальному признаку, по автономии, по национально-территориальному принципу и все остальные субъекты по территориальному принципу. Такие огромные мегаполисы, как Москва, притягивают к себе население всех стран СНГ, друзья. Конечно, это происходит не от хорошей жизни в их собственных республиках. По сравнению с 2010 годом количество азербайджанцев увеличилось, а армян увеличилось, таджиков, узбеков, казахов, киргизов – все увеличивается, друзья. Уменьшилось количество русских. Вы спросите, куда они делись? У славян, как считается, ну, кем-то опять, что наблюдается малая рождаемость. Это с одной стороны. А с другой стороны, они быстро вымирают. Во-первых, среди славян огромное такое количество людей пьющих. А пьющий организм, он всегда рано дает сбой, и люди умирают. Поэтому, если славян становится меньше, виноваты только сами славяне. Славяне не умеют поддерживать друг друга в трудную минуту. Славяне не дают друг другу руку помощи, взаимопомощи. Среди славян в Москве практически не наблюдается. Да, забить друг дружку, предать, продать, написать донос – это запросто. Ну, а помощи никакой. Славяне гибнут. Они умирают от старости, от болезни, чего угодно. Если в армянских диаспорах люди поддерживают друг друга, азербайджанцы поддерживают друг друга. И вообще, как бы, мусульмане все идут в мечеть молиться, и там они знают друг друга, они поддерживают друг дружку, там знакомятся, бизнес общий. То славянам некуда ходить, идти в церковь. Ну, я не буду ничего уж особенного говорить сегодня по церкви, друзья. Но где и когда вы получали в церковь помощь? По-моему, кроме «дай, дай, дай» церковь ничего не говорит. А вот в синагогах люди получают помощь. Да, они получают финансовую помощь на развитие бизнеса, получают деньги в синагогах. Конечно, синагога за это берет 10% от дохода потом, когда бизнес встает на рельсы. Но, друзья, есть же и проигрышные варианты, поэтому синагога тоже рискует. Вы что думаете, у всех евреев все получается замечательно? Нет. Но синагога дает помощь, а РПЦ не дает помощи. Видите? Поэтому и славян-то становится в Москве гораздо, гораздо меньше. Сель-Ави из 11 миллионов только 4,5 миллиона якобы подходят под определение славян. А все остальное, а все остальное другие, абсолютно другие национальности, но не славяне. И, как вы видите, преобладает мусульманское начало. Все эти киргизы, таджики, азербайджанцы, они все мусульмане, татары. Это все мусульманское начало, где мусульмане тоже, в принципе, стараются поддержать друг друга. А вот славяне, задумайтесь. Задумайтесь, люди, над тем, как вы живете. И почему вы не хотите поддержать друг друга? Почему вдруг в Москве так сильно сократилось количество славян? 4,5 против 11. Ну а летом, когда приезжают гости в столицу, в Москву, Москва расширяется почти до 16 миллионов. И что же? Уже на 16, 4,5 миллиона – это только славяне? Какая-то странная статистика, да? Вы не задумывались? А задумайтесь. Каждый задумайтесь для себя. Почему так происходит? И как бы вы хотели, чтобы было лучше? Обратите взор на себя. И, соответственно, может быть, что-то у вас исправится, что-то вы подумаете. И, соответственно, друзья, Москва становится похожей на Францию, на Париж, где французов-то тоже не осталось. Да, вот точно так же, как в Москве. Они все выселены или умерли, или уехали куда-то в провинцию. Так во Франции, так будет и в Москве. Я Таня Карацуба, Сиидбургхан. Задумайтесь, друзья, где, в каком мире вы живете? Вы же его сами строите и создаете.